всем огромный привет меня зовут настя и в этом видео вы увидите то как проходят наши первые дни после того как мы вернулись из роддома здесь кадры того как наша собака наш верный любимый пёс оливер встречает нового жителя нашей семьи все прошло успешно и я желаю вам приятного просмотра все-таки принесли посмотри ну что это я прикол тебе понравилось всего это видео и 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 вы вдвоем будете влакать когда мне дарят букет я всегда стараюсь сразу снять с него упаковку стараюсь подрезать все цветочки и составить красивую композицию вазочку во первых так букет будет лучше стоять во вторых это намного красивее зачем украшать и так красивые цветы они без всяких дополнений смотрятся замечательно и вообще когда я сама дарю букет я никогда стараюсь не заказывать вот эту упаковку да может быть на маленьких букетах она смотрится выигрышно и увеличивает размер букета например вы даже для такого букетика она совершенно не нужна мы дома наконец-то прошла уже первая ночь дома столько всего нужно вам рассказать мы вчера не стали купать малышку почему потому что у нас в квартире было очень холодно и мы сделали отопление теперь из-за этого отопления оливер дышит постоянно как будто я не знаю ему кислорода вообще не хватает наверное будем сегодня чуть-чуть уменьшать и адаптироваться мы спали нормально не могу сказать что совсем плохо раза три наверное я оставала кормить в итоге она кушает и засыпает и от этого не наедается и я ее укладываю в кроватку и все по новой она опять понимает что она голодная просыпается я ее начинаю кормить она засыпает ну и вот со второго раза она наверное уже может подольше поспать у себя в кроватке я вообще за совместный сон но дело в том что опять же из того что у нас собака мы даже решили не снимать этот передний бортик с кровати сегодня потому что ну неизвестно как реагирует а вообще на самом деле реагирует мне кажется он очень даже хорошо понимает он даже будет нас ночью если видит что она там ручками двигает или кряхтит или еще что то он дает какие-то сигналы типа но обратите на нее внимание но вообще его на самом деле очень жалко ну то есть он жил в такой любви а сейчас его сгоняют с кровати не обнимают не чешут жалко правда у тебя очень жалко он хороший но ничего она подрастет и мы тебя будем любить так же как раньше на сегодня в планах разобрать сумку из роддома я уже начала кстати говоря и так как мы родились достаточно высокими девочками 57 сантиметров нам много одежды мало конечно сейчас будет разобрать чтобы она не мешала выбирать аутфит меня а здесь вы видите первые кадры с нашей первой прогулки мы пошли гулять прямо на следующий день на 10 минут вышли на улицу и кстати говоря несмотря на то что это март коляска по снегу идет очень замечательно а здесь уже наше первое купание в этот же день этим же вечером прошло но нормально было страшно руки тряслись но ничего искупали все здорово а тут на первый раз усадили его в автокресло и повезли ее сдавать кровь чтобы узнать как разнижается наш билирубин и забидая вперед скажу что снижался он не очень хорошо собственно говоря вот так мы спим под лампой должен быть малыш и голенький точнее не под лампой а на лампе голенький малыш я здесь прикрываю потому что кажется постоянно что холодно вот еще ситуация следующая я покупала памперс подгузники мэрис и еще хаггис памперс мне не понравились от слова совсем они очень твердые вообще неприятно ими пользоваться и они маленькие хаггис они тоже маленькие вот мэрис вот хаггис и кажется что хаггис намного меньше потому что еще для ножек вот эти вот резиночки занимают место поэтому сейчас моя задача брать отсюда мэрис и заполнить это хаггисами так как мы крупненькие чтобы мы успели использовать все что купили и не выбросить купили мы еще уже сразу размер 2 и стала я брать больше для новорожденных хаггис тоже мне кажется они даже сейчас будут как раз намного лучше чем он те маленькие но надо использовать вот и мэрисы тоже уже второй размер посмотрим я вообще хочу попытаться отследить сколько подгузников в день у нас уходит пока не получается всем привет немножко хочу рассказать про то как проходит у нас питание грудь у меня болела в первые денечки после уродов когда я приехала домой она прям стала такой твердо как два камня друг на дружке даже лежать было не очень комфортно потом я ее чаще прикладывала соответственно никаких застоев у меня не было все хорошо все в порядке ела я нормально ну то есть сначала ела абсолютно все потом когда мы поняли что у евы все-таки болит животик я знаю что можно есть все но нам педиатр сказала что там лучше от сладкого воздержаться и от молочки воздержаться тоже ну и конечно же я воздержалась а тут вчера я ела все то есть и пища была достаточно калорийная и ела я больше чем во все предыдущие дни и ночью грудь просто снова налилась как будто как будто вот как в первые дни было так и вчера точнее сегодня ночью и вот мне интересно связаны ли эти два события вообще между собой или нет может быть она просто там еще один какой-то период становления кормления грудного не знаю но очень интересно действительно это так напрямую питание влияет то как приходит тебе молоко и что интересно я этой ночью прям проснулась только один раз и то не потому что она заплакала она спала всю ночь а потому что я уже проснулась и поняла что ну надо и подгузник поменять чтобы попка не приела и вообще в целом покормить ребенка я ей всю ночь предлагала грудь она ее не брала то есть видимо молоко стало более питательным что ли и ну она покушала перед сном поела перед сном и видимо наелась я не знаю и вот только утром она снова взяла грудь и очень хорошо снова поела и сейчас опять лежит и дрыхнет интересно так вы понимали всю прошлую ночь ну вот не эту а прошлую она висела на груди то есть спала и ела спала и ела просыпалась пососет как соску и и снова спать так всю ночь всем привет сегодня 11 марта сегодня у меня день рождения но как вы понимаете день рождения вот таким вот маленьким созданием отменяется потому что просто потому что вот у него должен быть сегодня рождение как гормонка хорошо повернула солнышко и вот так Субтитры сделал DimaTorzok Мне вчера подарили еще один вот такой красивый букет И он в этой вазочке вообще так классно смотрится Правда воды маловато для него Клево Большое спасибо, что посмотрели этот влог до конца До скорых встреч, пока-пока